Хотел бы сказать пару слев про платы инициации для дронов Камикадзе без Пала Гомиронова. Это очень качественные и хорошие платы. Ну, я, если честно, не хочу сказать, что я за войну или против войны. Я воздержусь. Я не знаю, что происходит на самом деле. Честно вам скажу. Не знаю, не понимаю, что происходит. А подумать же не получается, да? А подумать не получается, потому что, если начинаешь думать, и вот эти все факты не сопоставляются. Не сопоставляются. А какие факты не сопоставляются между собой? Ну, допустим, простой вопрос. Зачем русские напали на Украину? Зачем? Для чего? Что им земли мало? Что им нужно? Хотели Западу доказать свою силу. Ну, а сейчас просто грабят, убивают. А зачем кому-то чего-то доказывать? Зачем? Ну, орки, потому что. Ну, как гитлеровцы. Мы вот это самое. Вот летит самолет, сбрасывает на Харьков бомбы. Это было в первые дни войны. Су-34. Чугунные бомбы кидает, потом сбили там несколько самолетов таких. Кто-то из пилот в плен попал, штурман погиб. Потом этого пилота просто приводят на то место, так сказать, показать, где его бомбы были. Ну, это вы ролик с интернета мне говорите, да? Нет, не ролик с интернета. Ну, ролик с интернета тоже есть. Ну, это известный факт. Ну, я видел, да. Это факт известный. Да, это известный факт, я видел. А вот то, что этот самолет, когда летал, я слышал его звук. И в этом районе как раз я свидетель, как, так сказать, на дома падали бомбы. Там очень известный один из домов, в который бомба попала. Это улица Космонавтов 2. На торце дома Мозаика, рядом с кинотеатром Довженко. Так сколько таких случаев. Это просто что очень характерный такой пример. А проспект Новобаварский, 95, тоже звук самолета и потом бомба-бах. По-моему, 39 человек погибших. Это, по-моему, 1 марта, если я не ошибаюсь. Ну, вот. Ну, понятно, это война. А, это война. Ну, да, я помню. Пронюшит война. Я понял. Ну, это же разговариваешь с гитлеровцем. И говоришь ему, ну, вот такие вот факты, безумие, убийство. Он говорит, гитлеровец, ну, это война. Или немец какой-то. То есть, я гитлеровец, да? Ну, конечно. Ну, мы же вас так и воспринимаем. Понятно. Ну, если бы на вашу страну кто-то бы напал бы, ну, и градами, бомбами, разрушением, убийством, оккупацией, присоединением территорий, референдумами, ну, вот, так сказать, вы бы тоже с гитлеровцами... Слава Богу, пока мы... на нас никто не напал. Пока никто не напал. А вы зачем напали? А вы тогда зачем напали? Вот можно я отвечу? Вот я и не понимаю, зачем. Вот вы не понимаете. Я же вам сказал, если начинаешь думать, что это не складывается. Ну да, а свое правительство, свои войска, вы не можете спросить, зачем вы напали? А вы спрашиваете у своих? Вы много спросили. А мы прекрасно знаем, почему мы защищаемся. Мы не спрашиваем. Это же вам непонятно, а мне и нам очень даже понятно. Ну, хорошо. Тогда я задам вопрос вам. Хотели спросить у тех военных, которые в Харьков заходили, но их просто уничтожили, поэтому ответа мы не получили. У пленных спрашивать, говорят, приказ такой был. Ну, как это? Ну, у вас приказ нападать, у нас приказ защищаться. Вам непонятно, мне понятно. Все, понял, понял. Я вас понял. Что вы хотели еще спросить? Вы мне объяснили. А я хотел у вас спросить. Я у вас хотел просто спросить. Считаете ли вы жителей Луганской и Донецкой областей украинцами? До сих пор? Или считаете, да? Да, конечно же, да. А зачем тогда в 2014 году, кто там, Турчинов был у власти, когда сбежал этот президент ваш, Янукович? Я, если честно, в политике вообще не шарю. Ну, просто так вот. Ну, не сбежал, а был вывезен вашими спецслужбами. Ну, допустим, вывезли его, да. Ну, допустим, вывезли его, да. Дали ему жить, как агенту кремлятам. Дали ему жить, а то же его хотели люстрировать, на люстре повесить. Ну, это и так. Да. Да, наверное. Так он сказал. Так у меня вопрос. Да, да, очень хорошо. У меня вопрос. Зачем туда войска-то украинские направились, к восточной границе Украины? Ну, потому что там появились ваши чучундры в вашей российской военной форме, с вашим российским оружием, с вашими российскими деньгами, с вашими танками, с вашими градами, с вашими артиллерией, с снарядами вашими и с вашими документами. Вот поэтому, да, вот поэтому и направились войска туда. Вот и все. А то майор уже и не выдержал. А то и все. Можно было бы его послушать, конечно, еще. Но я, в принципе, знаю, что он скажет. И вы знаете, что он скажет. Он скажет, что он не знает таких фактов. Или начнет их испаривать. Ну, вот так вот. Ну, уже, если вот так стоит картинка, уже она не отморозится. Друзья, дякую вам. Дай Боже счастья, здоровья. Допомагайте. Вони розумеют только силу. Окупанты и агрессор, он не разумеет и силу.